здравствуйте приветствую вас на youtube канале про цветов сегодня с вами работает ученый агроном ломонос петр о чем поговорим на дворе июль макушка лета что необходимо делать в этом месяце какие культуры посеять и о чем не забыть давайте будем разбираться по парадку ну во первых июль месяц самый сухой и самый жаркий поэтому конечно не забываем о защите растений от жары как это сделать мы расскажем в своих роликах смотрите внимательно наши ролики ну и дальше приступать продолжаем посевные работы но я скажу весной сели в июне сели неужели в июле да да в июле что многие культуры можно посеять особенно это касается многолетних овощных культур это различные луки ревень шавель эстрагон другие травы и та же самая любимая нам петрушка они еще в июле не поздно делать посевы этих культур сделал посевы этих культур вы первый урожай уже хай и маленький вы соберете в октябре месяце а уже следующий год уже в апреле как только будет оттаяла земля вы будете иметь полновесный нормальный урожай этих культур поэтому не забывайте посевать многолетние культуры ну и вдобавок не забывайте о том что июль месяц жаркий почва сухая для того чтобы ускорить температуры позволяют а вот влаги у почвы не хватает для того чтобы ускорить сходы обязательно пролейте родки обильные родочки пролейте посейте семена и засыпьте сухой землей хорошие дружные всходы вам будут гарантированы и соответственно свежая зелень поздней осенью и ранней весной вам также будут гарантированы мы не забываем в этом месяце опять же ухаживать за своими овощными культурами подкармливайте их посынкуйте можем проводьте все операции которые необходимо сделать чтобы повысить урожайность и урожайность всего что растет вас на огороде ну июль месяц опять же многие уже выкапывают чеснок сейчас нас белоруссии это приходится где-то на 5 10 июля как определить созревание озимого чеснока делается это очень просто чеснок который растет без стрелок озимый не стрелкующий чеснок просто-напросто полегает вот стал полегать потрогали корневая шеечка стала такая она уже мягкая сухая наш выкапывайте и вот по зиму чесноку со стрелкующим стрелкующимся делается еще проще где-то если случайно пропустили стрелку видно стрелка выпрямилась лопнула оберточка наружная лопнула оберточка значит чеснок пора копать если вы будете запаздывать с этой работой значит луковица переразрывает потом ее выкапывайте и она просто-напросто разламывается на зубки поэтому для того чтобы иметь хорошую красивую луковицу чесночину надо выкопать вовремя вот и в добавок не забывайте что многие копают чеснок и сразу резко отрезают все листья отрезают все корни а вот это опять будет ошибкой для того чтобы чеснок стал более полновесным более тяжелым листья необходимо ставить корни образайте оставлять оставляйте листья оставили листья отток питательных веществ повышает вес луковицы еще где-то на 10-15 процентов так что выросли крупные луковицы от того что подсушили подсушили они будут еще крупнее ну подскажу маленький секрет все чесночины я обязательно выкапываю выкопаю поочья не спеша а секрет в чем что их обратно мою промываю холодной водички что это дает от отмываю землю отмываю сорт луковицы просыхают гораздо гораздо крупнее и видны какие-то дефекты которые имеются на луковицах которые могут проявиться потом во время хранения поэтому сразу все больные луковицы вымытые их можно легко рассортировать на здоровые и больные это 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 раз вот их промытые луковицы просыхают гораздо гораздо крупнее только не забывайте что чеснок нельзя сушить нас на ярком солнце максимум что он может полежать это один день есть и будете держать больше солнечные лучи нагревают зубки получается солнечные ожоги то есть чеснок досушивать надо обязательно где-то в тянистом месте прикрытом от промых солнечных лучей только так он хорошо дойдет некоторые огородники просто-напросто берут связывают пучки и подвешивают где-то на стенах сараю на стенах гаражей и так далее способ конечно хороший если это все находится на улице где есть хорошая вентиляция чеснок доходит а потом где-то через две недельки когда он высохнет вы уже можете обрезать листья укоротить их где-то оставить сантиметра два-три над поверхностью луковицы и все и хранить ну кому не нравится такой расцепной способ хранения можно сплести чеснок красиво косы это нравится женщинам особенно рад воспитать косы вот таких плетенках смотрится очень эффектно и красиво и вот ну и дальше не забываем также про плодовый сад потому что плодовом саду сейчас июль месяц сама идет активно нарастание плодов вот если мы будем кормить плодовые деревья но завязи падет и соответственно урожай наш уменьшается это раз во вторых подкормка плодового сада в июле что по нам поможет она нам поможет и что и в том что закладываются святошные почки на следующий год если мы растения подкормим дать они больше плодов году следующем году ну и вот ошибка наших наших дашников обычная что все как бы подкармливают растения под корень под карли сели подкормит что все будет усваиваться не забывайте что давным-давно и ученые и практики заметили то растение любят подкормки и через лист причем подконки вне корневые через лист усваиваются растение уже через 15-30 минут, то есть быстрое усвоение. Это скорая помощь для растений. Поэтому не забывайте о внекорневых подкормках. Чем вы их будете делать? Органическими удовольствиями, минеральными. Это выбор за вами. Так что вот такие основные работы в июле, в саду и на огороде. Вам хороших урожаев, радости от работы на земле, удачи, везения. До новых встреч. Подписывайтесь на наш YouTube канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok